Главная цель акции – познакомить французских писателей с современной Россией, а российских читателей с современной французской литературой. Репортаж Александра Каневича. Едва прилетев в Москву, они уже пишут о России. Пока в СМС, но точно, с любовью. Россия для меня как родина. Я люблю её, я живу в неё, она живёт во мне. И я вас люблю. И я вас обнимаю, я вас целую от всего сердца. Она всё ещё сомневается, как это по-русски – говорить, чувствовать, писать. Хотя язык выучила в 12 лет, читает Пушкина и Толстого, слушает Рахманинова и Прокофьева. Это её второе путешествие по России. «Очень большая дорога», – говорит Джеральдин, для «Ленокарту первого». Четыре месяца, совершенно одна, плацкартные вагоны, автостоп. И 300 страниц о России. Стране, в которую каждому из них хочется возвращаться снова и снова. Я заболел вашей удивительной страной, когда мне было 15 лет. За три дня и три ночи я без остановки прошёл войну и мир. И с тех пор моя любовь к русским и России только крепнет. Доминик Фернандес написал роман «Красная площадь», поэму «Дети Гоголя» и словарь «Влюблённого в Россию», в котором после этого путешествия точно появятся новые главы. Поэт Кигофет говорит, что это сложно перевести. Здесь всё о любви, жизни, которая для него немыслима без путешествия в Россию. Я очень люблю русский язык. С такой же любовью о России когда-то писал французский поэт Блэс Сандрар. Его имя на вагонах поезда, а его поэма о Транссибирском экспрессе, опубликованная в 1913 году, как раз и вдохновила современных французских писателей на это путешествие. Правда, Сандрар писал о воображаемом путешествии. У современных французских писателей есть возможность совершить его в реальности. «Крестов Горы» впервые в России, а поэтому он не может не писать. Первый рассказ в первые минуты отправляет неиздателю своей семье. Здесь я сделал то, чего никогда в жизни ещё не делал. Открыл окно в вагоне и дышал этим воздухом, русским воздухом. Это моя мечта с детства. В этом вагоне 20 французских писателей. Те, кто захотел увидеть Россию своими глазами и только потом написать о ней. Кто-то из них закончит своё путешествие в Казани или Екатеринбурге. Кто-то сойдёт в Иркутске или Новосибирске. В этом купе люди, решившие проехать почти всю страну. От Москвы до Владивостока. Отважные путешественники, что ты ещё скажешь? На всю дорогу две недели. Остановки в восьми российских городах. В каждом из которых им наверняка захочется задержаться. Почему? На этот вопрос сейчас не ответит никто. Максимум, что скажут, читайте наш сборник рассказов. Он выйдет на русском и французском. Какой же из этих языков родной Жеральдин до сих пор так и не решила? Я живу во Франции, но сердце лежит в России. Что делать? Александр Конеевич, Александр Грицан, Денис Овчаров, Михаил Головкин. Первый канал. Москва. Владимир.